Всем здравия! Меня называют Алексей Орлов, я главный редактор Народного Славянского Радио. Сегодня отвечу на вопросы, которые посвящены предстоящему семинару в Нижнем Новгороде, который состоится 24-25 августа 2019 года. Первый вопрос. В каком формате будет проходить семинар? Семинар будет проходить в формате семинара. И я не занимаюсь какими-то там играми слов. В данном случае я раскрываю суть того, что у нас будет происходить. Дело в том, что на сегодняшний момент существует определенная неразбериха и, может быть, подмена понятий, где словом «семинар» называют что угодно. Лекции, встречи, обсуждения. Ну вот что происходит, встреча с каким-то человеком, то и называют семинаром. Ну, видимо, так модно уже стало и так принято. На самом деле семинар является неким таким процессом закрепления того, что было до этого пройдено. К примеру, вот вы учитесь, учитесь, учитесь. Потом, перед тем, как сдавать экзамены или какие-то зачеты, проводится семинар один, два или три для того, чтобы вы закрепили полученные знания, задали уточняющие вопросы и расширили свое представление об этом предмете или об этом направлении. Поэтому у нас задумана эта встреча в формате семинара. Это подразумевает, что вы хотя бы как-то первично ознакомились с предыдущими темами, которые называются «Родовая нить. Как жить без страхов» и «Управление судьбой». Эти темы в формате вебинаров были выложены у нас на сайте, и с ними можно познакомиться в разделе «Лавка». Мало того, если вы оплачиваете семинар в Нижнем Новгороде, то у вас появляется возможность приобрести вот эти самые записи со скидкой очень-очень большой. Это делается не для того, чтобы как-то вас подстегнуть с точки зрения, «А, вот на халяву мы сейчас что-то получим», а с точки зрения того, чтобы вы успели подготовиться, чтобы вы понимали, о чем будет идти речь. Те, кто рассчитывают увидеть очередную говорящую голову какого-то кота, не знаю, Леопольда, который говорит «Ребята, давайте жить дружно». Ну, наверное, я разочарую таких людей, потому что я не буду говорить о том, что «Давайте жить дружно», «Давайте жить хорошо», а я буду говорить о том, как жить дружно и как жить хорошо, и что самое главное, что для этого нужно сделать. Поэтому, если вы будете подготовлены, то тогда у нас будет настоящий семинар, где мы будем разбирать много-много чего интересного и полезного, а не тратить время на то, что уже было сказано и то, что можно было посмотреть. Что имеется в виду по словам «предназначение» и что значит «жить счастливо»? «Предназначение» – русское слово. Там есть слово «пред» и «назначение». Вот если вас назначили сюда, на эту землю, в роли кого-то или для каких-то деяний, чтобы вы здесь что-то делали, значит, это ваше предназначение. Кто назначил? Если вы человек, то ваш род. Если вы человек, который из рода, значит, вы назначили сами себя, ваше высшее Я, которое является частью сущего, того, что является всеродом, того, кто первичен. Об этом я рассказывал на первом семинаре и на втором семинаре «Родовая нет, конечно, жить без страхов и управление судьбой». Так что, если вы послушаете, вы это все поймете. Так вот, предназначение – это то, что первично для вас здесь назначено и что необходимо выполнить, если вы, конечно, хотите жить счастливо. И вот теперь мы переходим в слово «счастливо». «Счастливо» с частью чего-либо. А с частью чего? Мы подразумеваем, что часть – вы всего, всего этого мира. А это означает, что только ведический подход к этому мирозданию даст вам ответы о том, кто вы, даст вам ответ о вашем предназначении, о том, как раскрыть свою родовую память и как стать счастливым человеком. То есть стать частью этого большого мира, познавая его. Если вы не познаете этот мир целиком, вы будете частью малой части этого мира. И тогда вы будете не совсем счастливы. Счастливым может быть человек только тогда, когда он цельный. А цельный, когда он воспринимает мир цельным. Вот такая интересная у нас закономерность. Что будет нового на этом семинаре? Будут новые практики. Будет введение славяно-русской варновости. Естественно, это не курс славяно-русской варновости. Это какие-то базовые элементы, базовые основы. Но все-таки мы будем в этот раз опираться больше на славяно-русскую варновость. Кому больше будет подходить семинар? Ну, наверное, будет подходить простому человеку, который хочет понять, кто он, свое предназначение, для чего он здесь. А сделать это проще, когда вы обладаете представлениями хотя бы об инструменте славяно-русской варновости. Потому что именно в этом инструменте заключается суть того, что поможет вам узнать, кто вы, для чего вы здесь. Это будет полезно для тех, кто уже ответственен за кого-либо в своей жизни. Например, для родителей. Потому что родители, когда понимают, кто они и для чего они, они находят взаимопонимание друг с другом. И они становятся цельной парой, цельной семьей. А когда у них появляются дети, они могут понять предназначение своих детей и помочь им стать настоящими человеками. Это будет полезно для управленцев начального уровня, которые хотят создать свои поселения, какие-то производственные кооперативы, заняться образованием какой-либо деятельности с другими людьми. Ибо если вы не понимаете, кто перед вами, то доверить ему что-то очень важное будет проблематично. Очень часто люди на себя наговаривают много такого красочного, яркого, красивого. А на деле выходит, что он это все придумал, он приукрасил. А вы доверяете, поскольку добрый человек, вы доверяете другому человеку. И потом оказываетесь в разбитого корыта. И если же понимаете, кто перед вами, то тогда вы загрузите его по полной программе, исходя из того, что ему необходимо, исходя из того, что он должен делать в этой жизни. И не будете на него навешивать то, что ему не надо. Мало того, вы никогда его не оставите без дела. Вы дадите именно столько ему, сколько ему необходимо на данном этапе. Вот это вот как раз и есть славяно-русская варновость, которая помогает нам понимать, кто я, кто передо мной, и что с этим счастьем делать. Естественно, что славяно-русская варновость, как инструмент древний, основанный на поконах седенского бытия, который свойственен нам, как виду человеческому, будет очень и очень полезен руководителям высшего уровня. Да-да, вот тем самым руководителям, которые управляют странами, государствами, какими-то крупными корпорациями и прочим-прочим-прочим. Потому что именно от того, как они это грамотно делают, зависит судьба. Не только их, не только их ближнего окружения, но и судьба всей страны, всей земли. И если они очень плохо руководят, если они неправильно что-то делают, в том случае и людям в стране живется плохо. А когда живется людям плохо, то в том случае, возможно, бунты, возможно, неприятные какие-то стечения обстоятельств, заговоры. И в конечном итоге можно не проснуться, потому что табакерка вошла глубоко в голову, либо шарфик очень туго завязался на шее. Так что вот имейте это в виду. И с радостью я вас увижу на семинаре, который пройдет в Нижнем Новгороде 24-25 августа 2019 года. Приходите на семинар, как узнать свое предзначение и жить счастливо. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите. Будем вместе разбираться с ними. Будем их решать. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин